Завершить образ с первоклассницы поможет прическа, так чтобы было красиво, ребенку удобно, а у мамы не заняло много времени. В этом нам поможет Екатерина Унгуряну, мастер по прическам, и две ее помощницы Полина и Настя. Доброе утро, девушки. Итак, скажите, пожалуйста, какую прическу будем делать на 1 сентября? На 1 сентября, как бы, сейчас тренд сезона являются косы, поэтому мы сделали две косички наружу и вытягиваем пряди, называется ажурная. Вот, как бы, чтобы нам ее украсить, мы сейчас возьмем белую ленточку и встанем в ее волосы. А эти косы, получается, плетутся обычным способом, просто вытягиваются? Нет, они плетутся, как обычная косичка, только наизнанку. Так же вытягивается все. И затем вы их как-то собрали, да, на затылке? Да, мы собрали их в, как сказать, розочку такую некую. Давайте, может быть, мы чуть-чуть повернем. Давайте покажем. Чтобы было видно, да, нашим операторам. Так, и затем вплетаем ленточку. Это, как бы, не вплетать, это более удобный вариант для тех, как бы, кто, ну, не особо умеет, как бы, это делать, поэтому белая ленточка просто вставляется шпилькой, расческой, в принципе, это не важно. Очень празднично и держится, в принципе, хорошо. Хорошо. Вот сейчас у Полины очень уже симпатичная прическа, да? Екатерина, а сколько времени ушло вот на эту прическу? Буквально 10 минут. Да вы что? Мне трудно верить, если честно. Смотри, вот так вот ленточку эту с помощью шпильки туда. С помощью шпильки вставляем само как бы плетение. Таким образом оно получается очень праздничное, в принципе, и гораздо 1 сентября. А мне интересно, Полине нравится, когда, давай, Дима, спросим. Да, Полин, тебе нравится, когда тебе вот мама, например, делает прически? Ну, или кто-нибудь еще нравится? А ты сама вот советуешь ей, какие бы тебе вот сегодня бы, помогаешь ей советами? Вот хочу сегодня такую прическу. Сделай так, нет? А давай спросим. Я думаю, Полина сейчас как раз спит еще. Настя, а ты? Ну, по-разному. Да? А какие прически вам вообще нравятся больше всего? Мне нравятся разные. Вот что-то... Так, и нам подсказывают, что микрофон у нас с тобой не работает. Разные нравятся, сказали, дичем прически. Ну и правильно. Екатерина, хотела у вас еще спросить. Сейчас же очень много мальчиков ходят с длинными волосами. Да. Я вижу. Нет, я уже не мальчик. Так, и я помню, например, что нам в школе не разрешали отращивать волосы. Тогда это было не принято. А то ты бы отрастил, да? Ну, возможно. Ну, а сейчас запретов таких нет. Как сейчас ходят мальчики в школу? В основном намного как бы мода перешла в другое русло. Считается очень модным. Длинные волосы, потому что как бы довольно запада. И очень модно отращивать длинные челки. То есть как бы их укладывают стайлингом. И это считается наоборот писком моды. Вот, довольно, ну, много звезд, которые как бы современные, и вообще, вот, ходят с длинными волосами. Ну, в любом случае, пацанам с утра делать какую-то укладку, я не знаю, что-то такое сложное с волосами, ну, это... Ну, как-то не стоит, мне кажется. А есть какие-то прически, ну, одновременно простые, но в то же время стильные, модные, именно с длинными волосами, мужские прически. В принципе, есть это, когда, как бы, волосы больше прилизаны. Это, наоборот, считается писком, потому что, как бы, у нас много западных актеров, да, которые создают тренды какие-то. И вот это, в принципе, перешло к нам и в Россию. Так что это, наоборот... Ну, а максимально допустимая длина волос, какая должна быть? Это считается не ниже плеча, потому что потом уже, как бы, это... Ну, заграни уже, можно так сказать. Так что, Дима, у тебя еще есть к чему стремиться. Так, давайте-таки вернемся к нашей прическе детской. Что нам осталось? А давайте уже покажем. Последние штрихи, это сейчас мы вставим нашу розочку шпилечки. А можно я сама это попробую сделать? Без проблем. Можно вставить цветочек. Дима, подержи. Вставляйте. Итак, мне очень нравится цветочек, мне кажется, это так нарядно. Вставляйте, куда хотите. Куда абсолютно хотите. Так, ну, давай, Полина, держись. Эть, эть. Не больно? Вот. А ее нужно как-то закреплять? Как бы, для цветочков для у нас, которые служат для волос, вот, они сами для самокрепления. То есть, как бы, у них палочка, она немного как бы специально зафиксирована. Чтобы когда вставлялась она волосы, вот, а создавала крепость. Все, видите, как у нас получилось. Все, прическа готова. Замечательно, по-моему. Ну что, давайте теперь тогда приступим к прическе, которая подойдет, подойдет на каждый день. Которую, как мы проанонсировали, сможет заплести даже папа. Итак, Дима, папа, готовься. Предположим, я папа. Смотрите, прическа, в принципе, очень простая. Для этого, главное, берите волосы, делите их на три прядки, вот так вот. Подождите, еще, вот так вот, чтобы не запутаться. Да, вот так вот. И берите их ближе к верху. Ага. Два. Так, смотрите. Настя, ты уж меня извини, если что. Настя, что придется потерпеть. Искусство требует, да. Берите вот эту прядку и ложите наверх ее. Сюда. Да. Все, держим. Теперь боковую следующую ложим на вот эту вот. А, вот эту вот. Получается, полетем обычную косу. Обычную косичку. Дима, вот эту боковую. Знаешь, не особо. Так, давайте. Опять наверх. А какую наверх? Прядки не теряйте, теперь вот эту вот наверх. Ага, вот эту наверх. Всегда перебираем боковые прядки. Нет, сейчас вот эту вот наверх. А, понял, понял. Только как-то пальцев у меня не хватает. Дима, это дело навыка. Мне кажется, один-два. А вы говорили просто папе заплести. Сложно. Вот так вот. Сюда. Да, так же с этой прядочкой. Дима, мне интересно, как ты на пианино играешь, если ты не можешь тут в трех хвостиках разобраться. Ты знаешь, там не надо тянуть за хвост. Там просто нужно нажимать, а здесь... Ой, извини, я просто боюсь сделать больно, Настя. Ничего, видишь, Настя пока не плачет, а даже... Он даже улыбается. Так что все в порядке, Дима, продолжай. Настя, а тебе дома папа заплетает? Ну вот папа нет, а вот мама, она мне каждый день, когда в школу ходила, заплетала разные. Разные? И быстро, да? Ну ладно. И получалось красивое. Я думаю, папа разок, наверное, помучил Настю, да, отпустил. Итак, что мы делаем дальше, когда косы заплели, пока Дима доплетает. Дальше мы берем и выпускаем пятку с одной стороны, просто вытягиваем. Угу. Вот. Я так поняла, вообще сейчас тенденции как-то косы распускать, да? Да. Волосы так становятся... Выглядят, по крайней мере, пышнее, как бы так больше. Да, да. А, можно вас попросить закончить? Намного, кстати, как бы, ну, красивее смотрите, когда легкая небрежность прическа. Мы просто не глядя вот так вот. А, теперь смотри, держим косички, берем вот здесь вот ложите ручку, вот так вот, давай. И вытягиваем вот так прядочку. Давай я пока подержу вот здесь вот. Держи. А ты вытягиваем вот так подчерить и вытягиваешь. Ага. А еще такое? Вот с одной стороны. А, с одной стороны. С одной стороны. Понял. И здесь? Да, не бойтесь. Посидим. Давай смелее, а то мы не успеем все сделать с тобой. Все, все, все. Можешь с тобой ребенок уже давно на первую руку поставил? Ну, вот я повытягиваю что-то здесь. Вы повытягивали. Хорошо. Теперь мы с вами берем шпильки и укладываем это все вот в цветочек вот так, постепенно в цветочек. В цветочек так. В цветочек постепенно укладываем. Вот показывайте. Вот так, начинаем с верхней. Дайте мне шпильку. Возьмите шпильку. Держи, мне кажется, повезло тебе, что у тебя сын, а не дочь. Мне кажется, она бы на тебя... Просто закручиваем ее. Закручиваем, закручиваем, закручиваем. И фиксируем. Шпилечкой. А как фиксировать шпилечкой? Вот так вот раз и вот так вот. Вот возьмите. А вот мне вот этот кончик тут как-то надо тоже зафиксировать. Кончик надо зафиксировать, либо его убрать. Давайте лучше зафиксируем. Дима, легкая небрежность в моде, поэтому ты нам прическу не испортишь, мне так кажется. А можно взглянуть, что получилось? Взгляни. У нас получилось с одной стороны цветочек, а с другой стороны какая-то корзиночка. Принцесса Лея из звездных войн. Да, но это в моде, да? И фиксируем лаком. Можете с вами попробовать? О, давайте. Это можно. Это можно. Небольшой струй, а я его буду все убирать. Сильно небрежно. Вот так вот делаем. Не торчало ничего. И вот сюда выдавать еще. Катя, нужно ли чем-то украшать такую прическу? Да, мы сейчас украсим с вами ее бусинками. Вот, вот. Давайте тут, наверное, я тоже вам помогу. Берите. Вставляйте прическу. Вставляйте прическу, все. Итак, розовые бусинки. Они в хаотичном порядке, как вам нравятся абсолютно. Вставляйте. Да вы вставили в самые такие красивые места. Ты туда хотел, да? Ну ничего. Туда выставляйте. Вот так? Да. Так. Что-то мне там не идет, не идет. Помогите. Так, подводим итог. Дим, готовы? Ну что, я могу сказать, что это сложно с первого раза. Давайте я сейчас подойду к Полине. Еще раз ее разверну прической к нашим зрителям. Вот так у нас получилась, выглядит прическа для 1 сентября. Прическа торжественная. И у матинки. Ну это прическа на каждый день, наверное. Прическа на каждый день. Легкие бежность моде. Вот, мы украсили ее бусинами. И она, в общем-то, тоже довольно нарядно смотрится, мне кажется, если бы бусины были, допустим, белого какого-то цвета, да, в цвет формы школьной, то... Спасибо вам, девчонки, большое. Вы настоящая модель. Ну что же, спасибо вам, Екатерина. Очень приятно было, что вы сегодня к нам пришли. Напоминаем, что у нас в гостях была мастер по прическам Екатерина Унгуряну. Ей помогали Полина и Настя. А у нас впереди еще целый час интересной и полезной информации. Оставайтесь с нами, и вот, что вы увидите во второй части программы.